Всем здарова, с вами Найт, и мы продолжаем проходить бесконечное лето, котик кушает блинчики. В предыдущей серии Семёна успели подвесить, чуть Ульяна не порезала его на кебаб, и единственная, кто нас спасла от Ульяниной пики, это Юля, которая сказала, да он ровный пацанчик, не гони на него. Сейчас, насколько я помню, потому что я записывал и хрен его пойми когда, предыдущую серию, и в последнее время я был занят тем, что просто пытался поменять жёсткий диск на компе. Я надеюсь, что мне больше сносить винду не придётся, никакого пиздеца не произойдёт, потому что у меня там два или три раза были вирусы, которые я просто не мог удалить, и приходилось сносить комп, потому что мне комп говорил, ты не можешь открыть свой видеоролик, у тебя нету на него прав. Потом я вообще никакой файл открыть не мог, у меня вообще прав нету, вообще никаких. Я надеюсь, что всё будет нормально. А сейчас нам нужно идти обратно домой, к Мику, к своей Мику, от которой мы благополучно сбежали в предыдущей серии, чтобы подразузнать у неё, что тут происходит, либо какой-то ключик у неё вытащить. Я не совсем помню, что происходит, так что погнали. И отличные новости. Конечно же, вёло вырвалось. Ну, не лявры же поехали кататься на машине в соседнюю деревню. И это значит, у нас есть надежда на подмогу. Блин, в смысле, не лявры? Мог тут какой-нибудь Андрюха с Саньком появиться, взяли машину и поехали за бухлом в соседнюю деревню. Откуда ты это знаешь-то? Раз тебя сюда закинул, то значит, тут может быть Андрюха с Саней. Но мне кажется, это была бы коллаборация просто выше всего. Вот такой у Семёна выходит, а там Андрюха с Саней с машиной бухают. И совёнка от пиздеца спасают. Вот, не простудись. Уля начала надевать на меня плащ, как на маленького. Я попытался высвободиться. Зачем ей так же тепло? О ножках спрячешь, дубина. Плащ просторный. Под ним не видно, что там у тебя. Мелкая нахмурилась. Ты, главное, гребень поближе к телу держи. Семён. Да, Юля, слушаю. Юля покошачья, незаметно подошла почти вплотную. Вот, орешки. Если всё получится после встречи с тварью, сил у тебя будет совсем мало. Орешки помогут, наверное. Юля, самое главное, чтобы Семёну помогли его собственные орешки в наличии двух штук. Чтобы он не зассал и не сказал. Ааа, пошло оно. Этот совёнок спасает. Да и хрен с ним. Зато Мику, зато Мику-то. Ааа, спасибо, Юля. Я хотел спросить, а Харон? Времени совсем нет, Семён. Иди, потом поговорим. Кто-то играет во что-то. Хорошо. Почапали. Я попрёлся в лагерь, сжимая в кармане облома гребня. То, что это существо ждёт меня на ступеньках домика, это я знал. Я непрерывно слышал зов. Ебать. Прикольно. Особенно после того, как отозвался на него. Она сидела на ступеньках. Мику. Вот, эээ, я не знаю, как тебе сказать то, что я в тебе разочарован. Семён захотел в туалет. Вот ты не поверишь. Семён захотел в туалет. Его заперли. И пришлось вылезать через окно, а. Так что я жду от тебя извинений, Мику. Я остановился в десяти шагах. Не решаясь подойти. Вот, Семён, вот то, что я сейчас сказал, адресу это Мику, вот ты подади ей это и скажи. Вот я хотел в туалет. У меня даже там не было, я не знаю, там, бутылки, я не знаю, там, картинки, ещё чего-нибудь, куда там можно было бы справить нужду, да и всё. Мику она всё поймёт. Семён, куда ты пропал? Я так испугался, я звала тебя. Я смотрел и смотрел на знакомые черты и не находил ничего от тех ужасов, которые наслушался у костра. Обычная девчонка, только слегка напуганная. Да, 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 сейчас будет изображать заботливость, а потом херась и... Нету. Ни Орешков, ни Семён. Стоп, блять, я не понял. Я чё-то не понял, в смысле? Подождите, подождите, в смысле? Это я ещё что-то не то нажал или что? Так, загрузка. Ну да. Так, прощёлкиваем, прощёлкиваем. Я просто немного не понял, какого хрена? Типа это, это так неожиданно мод закончился, да? Его не доделали или что? Да иду я уже сюда. Мику, обьясни, какого хрена? Ты мне игру свернул, что ли? Я смотрел на знакомые черты, не находил ничего от тех ужасов. Слегка напуганная. Может быть, это всё ерунда? Розыгрыш? А, это меню моды! Я серьёзно думал то, что, блин, неужели мод на этом и закончится? Может быть, это всё ерунда? Розыгрыш? Может, обитатели лагеря решили подшутить над новеньким? Сидя сейчас где-то в соседних кустах и тихо ржут. Я натянул виноватую улыбку и сделал шаг вперёд. Извини, Мику, неудобно говорить, но мне очень надо было... Ну, ты понимаешь. Вот, Семён! Мозги у тебя есть, хотя бы одна извилина. А дверь оказалась закрыта. Кстати, а зачем ты закрыл дверь на ключ, Мику, а? Я говорил непрерывно, чтобы заставить себя не думать и делать шаг за шагом к тому, что ждало меня. Я... С девушкой слегка задумалась. Ну, пока что пусть она получит сигналы со спутника Альфа Центавра, что там она хотела сделать. Я машинально. Немного уже привыкла жить одна и забирать дверь, когда ухожу. Извини. Это я подсказал ей ответ. Ерунда. Не может быть. Тварь не читает мысли, только ловит эмоции и чувства. Но почему тебе это так долго не было? На этот вопрос я заготовил ответ заранее. Семён срал. Вот самый короткий вариант ответа. Семён просто серил сидел. Сначала запор. Потом недержание, потом понос, потом, я не знаю, там, апофеоз. Потом всё вместе началось и вообще в туалет лучше не заходить, там полный ужас. Мне очень хотелось посмотреть на лагерь. Ведь я долго сюда стремился. Ну вот и прогулялся немного. А где ты был? Ну он же тебе сказал, по лагерю гулял. На деревья смотрел, на асфальт, на небо, на воздух. На что ещё смотреть-то можно? Осторожно, их тут четверо, значит... Ну, я сходил на спортплощадку, потом посидел на пляже, полюбовался на реку. Немного забыла времени, извини, но ведь ничего страшного, торопиться же некуда. Торопиться некуда. Ничего страшного. Конечно же, ты можешь ходить куда захочешь. Мне кажется, что Мику показывает нам свою улыбочку. Ну, пиздец, как разрывает сейчас пердак. Типа, как ты посмел куда-либо уйти, сука такая? Она улыбнулась. Сидись рядом. Расскажи, о чём ты думал, когда был на речке? Что чувствовал? Тебе же очень нравится здесь, правда? Мику, почему ты на русском надзор похожа? Расскажи нам, покажи, о чём ты думаешь? Будут у тебя неправильные мысли, тебе пизда. Я должен её накормить. А да, мне так нравится, ведь я так долго искал это место. Я в восторге, я в полном восторге, Мику. Типа, вот это вот то, что тут появлялось. Типа, я должен её накормить. Это нам пыталось Мику сейчас как бы навязать мысленно. Если так, то Мику, иди нафиг. В столовую могу сводить, там накормить тебя. Это очень хорошо. Она разочарована, посмотрела на меня. Не получается кормить-то. Какие уж тут эмоции, когда не знаешь толком, кто перед тобой. А вот, кстати... Мику, ой, смотри, кто-то идёт. Я ткнул пальцем в сторону дорожки. Где? Вдруг понял, что девушка повернулась только в моём воображении. На самом же деле, картинка передо мной и осталась прежней. Я сделал усилие, придвинулся ближе и попытался заглянуть за... ЗА НА ВЕСУ, ЕБАНА ВРОЩИ! На жопец хотел взглянуть-то! Нифига себе, какие красивые рожки! Хотел взглянуть на жопец! В чём проблема? Но зубы у вас отменные! На превьюшку, возможно, пойдёте. Лявора! Блин, прикольное имя, буду тебя так звать. Мама! Она точно заметила, спалила меня. И что теперь мне делать? В принципе... Так, сохранить. Так, шо тут можно сделать? Так, это мне нахер не понадобится, да? В принципе, я был бы не против... Ну, типа, сделать вид того, что ничего не было. Давайте останемся. Потому что бежать, ну... Какой нахер смысл? Если эта тварь, вот просто... Хочет прибить. Она бы уже давно прибила. Я вцепился руками в край ступеньки. Сидеть. Я должен. Я не могу сейчас трусить. Вот именно. Что тебе гнать? Говори... Бля-бля-бля-бля. Так, вырежу это. Семен, что я тебе говорил в начале серии? Самое главное, чтобы тебя не подвели твои орешки. А не те орешки, которые дала тебе Юля. Так что, давай сидеть и не струй, самое главное. Твою жопу. Голос изменился тоже, но в ушах все еще стояло то шипение, которое издавала тварь. Я крепче ухватился за деревяшку под собой, чтобы не дать ногам волю. Сделать вид, что не понял вопрос... Семен, ответь. Я любовался твоим задом. Правда, это звучало бы немного по-мудацки, но... В принципе-то... А че такого-то? Классная фигурка. И все, и девушка такая... А, ну спасибо. Мне показалось, что кто-то идет по дорожке. А сейчас вижу... Никого нет. Показалось, наверное. Показалось? А больше тебе ничего не показалось? Нет, Мику, а что ты имеешь в виду? Ну, будем дурачка играть, хорошо. Ты сильно взвалован. Эмоции бьют через край. Что случилось, Семен? Ну, Семен офигел от твоей фигуры. Семен, скажи так. Не будь бараном. Сейчас она меня расколет. Ты что потом? Что эта тварь со мной сделает? В отчаянии я ляпнул первое, что прессов в голову. Я люблю тебя, Мику. Что? Бля, я думал, что он скажет, что я люблю твою жопу, Мику. Ну, это было бы тоже абсурдно в такой ситуации, но... Но... Но тоже можно было бы сказать. Я люблю тебя, Мику. Я так волнуюсь, потому что не знаю, как ты отнесешься к моему признанию. Ведь мы только познакомились. Но я знаю тебя давно. В том другом мире я давно люблю тебя. Ты совсем не знаешь меня. Вот я испугался. Меня понесло. И из домика я сбежал. Поэтому я очень хотел сказать тебе эти три слова. Но струсил и сбежал. А теперь вот вернулся. Не знал, как ты меня примешь. Может, обиделся или прогонишь. Но вот ведь не обиделась и не прогнала. Тогда ведь я решил, что признаюсь прямо тут и сейчас. Я надеюсь, что я вставлю. Что хотел сюда вставить? Я молотил, что попало. Лишь бы не слышать и не чувствовать тот дикий страх, что звенел в моей голове. Какой дикий страх, а? Рогатая тяночка. Это прикольно. Ну и что ты смотришь? Давай я тоже на тебя посмотрю. В гляделки поиграем. Лишь бы на меню моды не нажать. Потому что я люблю тебя, Мику. Семен, Семен, я не волнуйся так. Я тебе верю, верю. Ласково тепло разлилось. Все! На Семена надели розовые очки. По всему телу. Не хотелось думать. Остались только эти волшебные слова и Мику напротив. Ты веришь? Да, верю. Пойдем в домик. Девушка поднялась и открыла дверь. Я послушно поплелся за ней. Предоставьте мне выбор. Семен, очнись от этого пиздеца. Она снова уселась на кровать. Призывно смотрела на меня. Мику, кажется, не пошевелилась. Но, казалось, ее теплые ласковые руки потянулись ко мне. И ты поверь мне, пожалуйста. Я ждала только тебя. Только тебя. Мы предназначены друг другу. Ведь это место особое. Помнишь, о чем я говорила? Ой, все так говорят, а? А потом приедут скорые и будут. Типа, в какую дурку? Какую психушку? Помню, да. Чего я боялся? Нику так выискал столько лет. Семен, включи мозги. У тебя должны быть они на месте. Хорошо, Семен, я люблю тебя. Сделай все, что ты попроешь. Так. Двойную картошку фри. Биг Мак. И чтобы через 20 минут была здесь. Вот поняла? Вот ты же сама сказала, что сделаешь все, что захочешь. Так что давай. Иди, поесть принеси. Семен твой устал, наверное. Выполни любое твое желание. С радостью. Тебе нужно только поспорить. А, попросить. Мику слегка расстегнула в кофточку и распустила галстук. Ее глаза призывно лучились. Попроси. Я почувствовал, как у меня встает настроение. И по инерции засунул руки в карман, чтобы прикрыть настроение. Пальцы замкнулись на гребне. И сразу морок исчез. Фух, еще бы немного. Мику, прости, сколько всего за сегодняшний день. Я просто устал. Эмоции ушли. Мир стал серым. Язык еле ворочился в пересохшем рте. Я чуточку отдохну, а потом мы продолжим. Хорошо? Хорошо. Тварь закрыла глаза. Отдыхай. Я просто посижу здесь немного. Сторожит она меня, что ли? Хм. Кажется, заснула. Она не очень умна. И это хорошо. Блядь, мне кажется, она сделала вид, что заснула. Хорошо, все получилось. Теперь я должен... А что я должен-то сделать? Наверное, стоит полежать немного и вспомнить. Я привалился к стене и понял, что весь мокрый от холодного пота. На кровати рядом со мной в сумраке белела какая-то тряпка. Я взял ее, вытер лицо и шею, и машинально сунул в карман плаща. Пальце наткнулось на штул-то. О, орешки. Набрал горсть и машинально стал жевать. Итак, я должен был накормить тварь. Это сделано. Стоп. Ты тварью себя называешь или что? Потому что Семен же сейчас говорил то, что... Я привалился к стене, понял, что весь мокрый от холодного пота. На кровати рядом со мной... Так, я взял ее, вытер лицо и шею, и машинально сунул в карман пальца плаща. Пальцы наткнулось на что-то, орешки набрал горсть и машинально стал жевать. Так, Семен, ты себя створю считаешь, что ли? Что же потом? Мучительно же не хотелось думать. Мысль рождалась в голове и сразу затухалась. Растворялась в тумане из усталости и безразличия. Я подумал еще раз. Так, что потом? В ответ пришло. Ключ. Нужно забрать ключ. Хорошо, что дальше? Дальше Уля и Юля помогут. Ну, должны помочь, по крайней мере. Так, ну где они? Их нет. И помочь мне некому. Тогда сконцентрируюсь на первой задаче. Я отправил в рот новую порцию орешков. О, вкусная. Кажется, силы возвращаются. Отлично. Все очень просто. Проверю, спит ли тварь? Осторожно, краду ключ. Выпрыгиваю в окно. Ведь так? План надежный, как швейцарские часы. Все просто гениально. Так, да не так. Почему нет этой сладкой парочки? Куда они делись? А если их схватили? Если я теперь совсем один? Я оторвался от стены и сел прямо. Тут же ветерок прошелся по мокрой спине и заставил меня поежиться. Так, и что же тогда делать? Даже если все получится, я спучусь с шахтой, найду всех девочек. И что дальше? Мы все окажемся в ловушке. Нет. Нельзя так думать. Я должен, должен попытаться так. Семен, да проверяй, спит она или нет. Я представил девчонок, таких до боли знакомых и родных. Что с ними? Как и там в темноте и в сырости подземелья. Эта мысль придала мне сил. Тварь сидела, привалившись к стене. Вроде спит. На всякий случай я достал нож. Вот он, ключ-то. На шнурке, а на шее. Снять потихоньку не получится. Шнурок не протащить между стенкой и головой. И чик, ключик у меня. Блин, лишь бы сейчас не было такой херни, как просто во всех хоррорах. Думаю, что что? Фух, пронесло. И тут такая Мику. Ой, а шо это ты тут делаешь, а? Какого хрена у тебя нож и так далее? Замер. Не проснулась. Отлично. Пора наконец познакомиться с настоящими девушками. Но где же Уля и Юля? Куда они подевались? Ладно, разберемся по ходу. Я заставил себя подняться. Доплел сюда окна. Оттолкнула рамку. И створки распахнулись. Второй раз за день пришлось прыгать в окно. Мне кажется, Мику будет не очень довольна, если узнать то, что у нее скоммунизили ключ. И во-вторых, точнее, то, что ее надурили. Ну, как бы, понять можно. Не всяким нравится, когда их наебывают. Я набрал следа площади и притаился в кустах за скамейкой. Вроде бы никого. Но идти туда категорически не хочется. Я пятился на пустую площадь, пока не заслезились глаза. Фух, наконец-то решился. Вышел на открытое пространство и направился к памятнику, старательно изображая поразношающегося пионера. Но вот, наконец-то, рук как раз в тени. Удачно. Я усиленно разжал кулак и державший нож. Леск решетки, кажется, разнесся по всей площади. Я замер только ни секунду. Фух, теперь уже поздно отступать. Я полезу доверху наполнен темнотой дыру. Холодные влажные скобы скользили под пасы ими ногами. Ничего, удержусь на руках, если что. К тому же, я помню, тут должно быть неглубоко. Неожиданно она скоба под рукой поддалась и со скрежетом пошла из стены. Я потерял равновесие и лихорадочно замахал руками. Снова зацепился, отбив ладони. Облегченно вздохнул, я перевел дух. Луч вонарика высветил до дно колодца и валяющегося там скобу. Не больше трех метров. Ничего бы не случилось, если бы и упал. Наверное. Ну, человек-существо хрупкое, так что я не знаю, возможно, и что это могло бы случиться. А вот и тоннель. Я посветил вглубь. Совсем рядом, в метрах десяти, прислонившись к влажной стене тоннеля, сидели девочки. Продолжение следует. Ждать осталось недолго. Спасибо за внимание. Стоп, что, это всё? Это всё? Какого хрена, я не понял. Какого хрена? А, ну и песенкой Мику, разумеется. Я думал то, что этот мод уже закончен. Я его когда добавил-то? Я его хрен пойми, когда добавил в библиотеку Стима. Ну, точнее как, там загрузил, подписался, все дела. Я думал то, что он готов полностью. Окей. Окей. Ладно, значит, будем ждать продолжения, если оно вообще будет. Я уже хотел закончить серию и сказать то, что, ну, в следующей серии вот там как раз по катакомбам походим. Но, мод мне преподнёс неожиданный поворот. Ладно, я думал то, что на этом всё. Буду ждать продолжения, если оно, конечно же, выйдет. И будем смотреть, что там дальше будет по этой истории. Так что, на этом всё. С вами был Натя. Если вам понравилось данное видео и хотите больше видеороликов по данному, ой, точнее, по данной игре, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. И всем до скорой встречи, всем до ночи, всем пока.